Всем добрый-добрый день. Хочу вам показать цветник в нашем дворе. Это все благодаря, конечно, людям. Вот пионы зацвели. Я обожаю пионы, особенно их запах. Ирисы, не знаю, правильно я называю или нет. Желтые, фиолетовые, там белые есть. Смотрите, какой цветник. Пионы есть розовые, есть ярко-бордовые, там дальше нежно-бордовые. Красота просто. Вы посмотрите. Выходишь, берешь плед и наслаждаешься. И никто не рвет цветы, хочу отметить. Что еще отмечу, в этом дворе вообще по периметру все люди, большинство людей почему-то сушат вещи и белье на улице. Вне зависимости от того, есть балкон. Нет, в основном у всех есть балкон. Вряд ли вам здесь видно. Вот там на заднем-заднем фоне на веревках сушится белье. Просто сегодня понедельник, рабочий день. Конечно, уже все, кто хотел, постирал. А выходные были завешены бельем. И Анна Викторовна, слышите, негодует, потому что она в коляске. Кто-то мне там написал, долго вы ли собираетесь носить ребенка до 40 лет. Кто-то прокомментировал, что это долгожданный ребенок. Это вообще не связано. Долгожданный ребенок, недолгожданный. Сейчас уже все говорят о том, что нельзя ребенка приучить к рукам или не приучить. Есть ребенок изначально нуждается в маминой, в папиной заботе. Он более, термин такой есть сейчас, высокочувствительный ребенок. А есть, который более самостоятельный. Я уже об этом рассказывала. Никто ее не приучал. Вот в роддоме на спалате лежало 4 человека. Если изначально моя кричала и успокаивалась на руках, то, например, два других ребенка даже на руки не хотели и не плакали, и были спокойны. Это все от темперамента, от характера зависит. Вот мы вчера тоже гуляли в парке на концерте. Половина детей свободно сидит в коляске. Два-три ребенка просятся на ручки. Вот и все. Иногда с удовольствием бы не поносили на руках, потому что это утомительно. Вот сейчас она сидит в коляске. У меня полный рюкзак игрушек. Вот здесь вот такая штучка. Кубик. Развлекаем как можем, но иногда это срабатывает. В большинстве случаев вот не срабатывает. И спит она сейчас уже лучше дома. На улице она практически не спит. Мы ее попеременно носим на ручках. А дома она перешла уже с трех на два сна. Очень редко спит. Три просыпается. Вот сегодня проснулась я в 4.10 на кормление. До 5.50 я с ней поигралась. И мы поспали до полдевятого. Я ее беру на ручки. Кто где-то видел Анну Викторовну вот так или вот так, я целенаправленно ее и не показываю, но и целенаправленно уже так категорически не скрываю. Потому что в инстаграме кто-то ее увидел. Среди знакомых кто-то ее видел. Подписчики, кто со мной здесь общаются, ее видели. Поэтому на общий показ я ее не выставляю, а так как будет, так будет. И вот мы во дворике ждем Виктора Владимировича, который занимается на турниках на школьной площадке. И вот вы видите, вот все в таких маленьких домиках. И они все украшены зеленью. Здесь мы тут гуляем. Так, аккуратненько. Тут мяч. Ребята, вы кидать мяч будете или нет? Нет? Сюда не будете? Цветет акация. И вчера смотрела известного повара. И он так спрашивал, вы в детстве ели акацию или не ели? Вот цветки акации. Вот мы с Анютой в акациях. И она показывала, как она жарит акацию. Вернее, акацию окунает в кляр и жарит. Скажите, пожалуйста, кто ел акацию, я не ела. Да, и ты не ела. И есть реально такие вкусные рецепты. Я не в курсах. Вот, кстати, покажу, как в нашем дворе выглядят веревочки. Вот сейчас там сушатся. Выходной день, там все забито. Хотя у всех есть балконы. Вот, абсолютно у всех. Нет, я говорю, да, что сушат. И завершим мы это видео. Подытожим, как мы справляемся одни без бабушки. Вот Виктор Владимирович... Замечательно. Как сказать, справляемся мы только благодаря Виктору Владимировичу, который и готовит, и убирает, и стирает. А Анастасия Владимировна ни черта не делает. Отдыхает. Да, отдыхает. А он идет и говорит, боже мой, когда я отдохну на этих выходных, опять приходи и у плиты становись. Да, на нем сегодня суп, да? Да. Суп. Что мы еще кушать будем? Что закажу, то и будем кушать. Ужинали мы вчера пюре, салатик, и я, правда, пожарила мясо, правда? Я хоть мясо пожарила. А утром сделала сырнички. Что? Что ты на меня так смотришь? Я утром делала, честно, сырники. Мы их поели. Я даже делала одной рукой. Сначала держала Анну Викторовну и пыталась как-то делать сырнички. Пару сырников сделала, а потом пришлось отдавать Виктору Владимировичу. Вот как-то так и живем, да? Вот как-то так и живем. А еще, а еще, мы вот так едем. Я думаю, думает, что мама с ума сошла. Ну, а мы ездим вот так. Всем пока, пока, пока. Да, конечно, но едем мы 5 минут, просто, чтобы подышала ножка. Всем хорошего дня. До свидания. Всех любим, целуем. Пока.